октябрьский переворот или как называли советское время велико октябрьская революция непосредственно связано с именем владимир ильича ленина мнение и оценки исторические роли ленина отличаются крайней полярностью вне зависимости от положительной или отрицательной оценки деятельности ленина даже многие некоммунистические исследователи считают его наиболее значительным революционным государственным деятелем мировой истории объясняя разницу между большевиками и меньшевиками ленин приводил простой пример меньшевик желая яблоко подойдет к яблоней будет ждать пока яблоко само к нему пойдет большевик же подойдет и и сорвет это яблоко сам это яркий пример политики большевиков они не стали ждать когда им передадут власть они совершили октябрьский переворот чтобы заполучить это яблоко то есть власть над страной здравствуйте уважаемые слушатели сегодняшняя наша тема октябрьский переворот 1917 года временное правительство которое сформировалась после февральской революции не смогла кардинально решить социально-экономическую и политическую проблему в стране потому что и досталось очень тяжелое наследие от былой империи социально-экономические политические положения в стране с каждым днем можно сказать даже ухудшалась недовольство трудящихся политикой временного правительства были было несколько причин первое это свертывание промышленного производства непосредственно касается у нас конечно же рабочих сокращение пассивных площадей непосредственно это у нас имеет отношение к крестьянам джут то есть массовый падеж скота который имел место в казахских степях это имеет отношение к шаруа это рост цен на сельскохозяйственные продукты которые конечно же вызывало недовольство населения и связи с этим 1917 году в казахстане был голод особенно в сардаринской и семереченской областях основываясь на эти причины можно предполагать то что политикой проводимой временным правительством трудящиеся были недовольны то есть рабочие крестьяне и солдаты в основном поддерживали советов то есть социалистов после февральской революции активизировалась политической жизни возникали новые партии старые партии укреплялись все готовились к выборам учительное собрание на котором должна была решиться дальнейшая судьба российской империи и вот одна из таких съездов проходила с 12 по 23 апреля 1917 года верно это был областной семереченский съезд казахов все за обсудил 17 вопросов и вот один из самых ключевых вопросов которые решался на этом сези это был аграрный вопрос как мы с вами знаем из истории нового времени казахстана во второй половине 19 века а также в период столыпинской аграрной реформы основная масса крестьян из центральной губернии россии именно направилась в семереченскую область из-за этого съезд в частности признал необходимым закрыть область для переселения извне то есть этот съезд можно сказать одним словом был против переселенческой политики центра второй вопрос который на этом обсуждался это урегулирование взаимоотношения казахов киргизов с русскими это тоже очень важный вопрос потому что период восстания 1916 года если вы помните восстание переселенческих регионах приобретал анти русский характер это была царская политика разделяя властвует и вот на этом сези очень остро обсуждался этот вопрос возвращение не только казахов но и киргизов из китая и конечно же революционное движение нарастало в мае 1917 года бастовали рабочие казахи рудника даубай который находится на территории семипалатинской области этот рудник находится на территории современной кубиктинского района восточно казахстанской области в 35 километрах от районного центра требования рабочих было это повышение конечно заработной платы и улучшение жилищно-бытовых условий администрация рудника отказала рабочим и в знак неповиновения рабочие покинули этот рудник летом 1917 года на заводах и фабриках петропавловска семипалатинска уральска перовска а также на предприятиях горно-заводской и нефтяной промышленности по инициативе конечно же советов был введен восьми часовой рабочий день именно советы поддержали эту инициативу даже в программе партии кадетов партии конституционных демократов вот этот вопрос тоже остро стоял обведение 8 часового рабочего дня и 29 августа 1917 года перовский совет это нынешний город козларда на совместном заседании с представителями профсоюза и солдатских комитетов принял резолюцию о необходимости передачи всей власти са ве то есть как мы уже видим после февральской революции особенно марте и в апреле 1917 года на территории казахстана тоже начинают создаваться советы также массовое выступление крестьян проходили в оттимирском кустанайском петропавловском уездах а также букеевской степи вот очень тоже интересные массовые демонстрации выступления также были вот женщин тружениц которые тоже были не согласны с условиями труда проходили в городе павлодар петропавловске верном аулиате это современном городе тарас а также манифестация солдаток состоялась в городе пировск февральской революции большевики не имели отношения петроградском совете солдатских и рабочих депутатов создана первые дни февральской революции не было ни одного представителя партии большевиков даже лидеры большевиков ленина не было в петрограде и то что петрограде даже в российской империи ленин прибывает петроград только 3 апреля 1917 года это фрагмент прибытие ленина 3 апреля 1917 года на финляндском вокзале где он выступает перед собравшимися матросами солдатами однопартийцами это событие осталось в истории советской власти как ленин на броневике именно с этого начинается знаменитые апрельские тезисы где ленин выступает против временного правительства он не признает это буржуазное правительство он выступает против войны и выступает за диктатуру пролетариата за социалистическую республику я хотел бы вам прочитать уважаемые слушатели интересное письмо ленина адресованные лидером партии большевиков 24 октября 1917 года перед историческим событием то есть октябрьским переворотом письмо ленина начинается со слов товарищи я пишу эти строки вечером 24 то есть октября 1917 года положение до нельзя критической яснее ясного что теперь уже поистине промедление восстание смерти подобно изо всех сил убеждают товарищи что теперь все висит на волоске что на очереди стоят вопросы которые не совещаниями решаются не съездами а исключительно народами массой борьбой народных вооруженных масс нельзя ждать можно потерять все надо чтобы все районы все полки все силы мобилизовались тот час и послали немедленно делегации военно революционный комитет центральный комитет большевиков настоятельно требую ни в коем случае не оставлять власти руках керенского и компании до 25 никоим образом решать дело сегодня непременно вечером или ночью история не просит промедления революционерам которые могли победить сегодня и наверняка победят сегодня правительство колеблется надо добить его во чтобы то не стало промедление выступлений смерти подобно решительное эмоциональное письмо стало началом октябрьского переворота 24 октября после обращения ленина письмом к руководителям военно революционного комитета начинается вооруженное восстание 25 октября на следующий день вооруженные силы которые поддерживали большевиков занимают стратегической объекта и такие как государственный банк главпочтам телефонные станции железнодорожные станции были закрыты редакции центральных газет в тот же день военно революционный комитет обращается к гражданам россии временное правительство не зложено государственная власть перешла в руки органа петроградского совета рабочих и солдатских депутатов военно революционного комитета стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона вот этот вот документ он датирован 25 октября 1917 год 10 часов утра несмотря на это временное правительство было не сложено в ночь на 26 октября 1917 года два часа ночи теперь уважаемые слушатели обратите пожалуйста внимание на этот видеоролик свершилась октябрьская революция и в тот же день несмотря на позднее время 2240 начинает свою работу второй всероссийский съезд солдатских и рабочих депутатов на котором принимаются судьбоносные решения которые в какой-то степени повлияли на укрепление позиций партии большевиков и октябрьской революции второй всероссийский те советов рабочий и солдатских депутатов создает временное рабочее и крестьянское правительство которое отныне называется совет народных комиссаров снк во главе которого конечно же был ленин на этом съезде принимаются первые декреты советской власти это очень важных два декрета это декрет о мире и декрет о земле декрет о мире который предлагает всем воюющим народом их правительством то есть это первая мировая война начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире и без насильственного взыскания с побежденных денежных или же материальных возмещений второе советское правительство отменяет тайную дипломатию то есть советское правительство выражает твердое намерение ввести переговоры открыто перед народом следующий декрет который тоже был принят на этом съезде это декрет о земле декрет о земле выступал за конфискацию земель и имении дворян первое второе отмена права на частную собственность на землю третье запрет применение наемного труда четвертый переход в земли в распоряжение местных советов то есть отныне земля принадлежит народу через советы первые декреты дали народу то что не могло дать временное правительство самое главное были решены два самых острых вопроса того времени это выход россии из первой мировой войны и второе земля отныне принадлежит народу следующий документ который был принят 2 ноября 1917 года это декларация прав народов россии этот документ был ориентирован не только на население россии но и окраин российской империи в этом документе можно особо выделить именно вот эти пункты первое равенство и суверенитет народов населявшие россию второе право народов в россии то есть имеется ввиду всей российской империи на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства третье отмена всех и всяких национальных и национально религиозных привилегий и ограничения четвертое свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп населяющих территорию россии этот документ был подписан народным комиссаром то есть министром по делам национальности иосифом виссарионович джугашвили сталиным и председателем совета народных комиссаров то есть главой правительства владимиром и личин ленина свершился октябрьский переворот партия большевиков во главе с лениным пришла к власти придя к власти большевики провозгласили принципы равноправия и самоопределение нации дали землю крестьянам фабрики заводы рабочим мир народу и власть совета но на практике всем бывшим колониальным регионам навязывалась модель коммунистического развития причем не в состав высших правительственных органов и на ключевые посты в органах местного управления представителей населения интеллектуальная элита не допускались реальная же власть всегда была в руках эмиссаров центра существенные противоречия имелись и внутри большевистской организации в казахстане победа революции в центре облегчила установление советской власти на крайне страны в том числе и казахстане но различное соотношение массовых сил в отдельных областях края привело к тому что переход власти в руки рабочего класса и беднейшего крестьянства не везде произошел одинаково этот вопрос мы с вами рассмотрим на следующем уроке установление советской власти в казахстане